Представьте, 1946 год, Санта-Моника, Америка, танцевальный зал, тогда это еще не называлось клубом. Девушки танцуют в красивых платьях, мужчины ведут, музыканты на сцене отжигают. И где-то сзади, прислонившись спиной к стене, стоит лысеющий 30-летний мужчина в голубой рабочей рубашке, в простых льняных штанах, вокруг пояса которого идет вереница инструментов. Он внимательно слушает и в какой-то момент, как по щелчку, срывается с места и двигается уверенными шагами к сцене, аккуратно расталкивая танцующие пары. Наконец, у самой сцены он ворачивается от рук охранника, который пытается его пормать, забирается на сцену, подбегает к усилителю, садится на корточке, достает из запазухи отвертку, делает что-то хитрое там сзади, у задней панели. Музыка замолкла, все внимание приковано к нему, полное цепенение. Что вообще происходит. Но вскоре он оборачивается, дает какой-то одобрительный кивок и убегает обратно на свое место. Музыканты извинились перед зрителями, продолжили выступление. И музыканты точно могли сказать, что что-то изменилось. И даже могли сказать, что именно изменилось. Гитара стала более ясной, более прозрачной, просто более хорошей. Она стала звучать лучше. Это не было большой какой-то разницы, но это была явно ощутимая разница. Ее сделали всего 15 секунд работы этого человека. Этим человеком был Лео Фендер. Фигура, знакомая абсолютно любому любителю гитары. Потому что уровень этой персоны сравнить нельзя абсолютно ни с кем. Это человек, который основал три громадные музыкальные компании. Фендер, Мюзикмен и Джейн Дель. Каждый из которых это само по себе гиганты, на инструментах которых, я думаю, в тот или иной период своей жизни, сценической деятельности, играл абсолютно любой кумир. Абсолютно любая гитарная звезда, в какой-то момент играла на инструментах Лео Фендера. Начинается с 50-х годов. Это были и Бадди Холли, и Мадди Уотерс. Затем 60-е, просто бум, это был расцвет. Это Эрик Клэртон, Джордж Харрисон, вообще все прочие битлы. Брюс Принстон, Кит Ричардс. Невероятное количество. Популярность не угасала и в 70-е годы, когда появился Мюзикмен и... Такие группы, как Red Hot Chili Peppers. Фли играл на басе Мюзикмен. Марк Ноплер, Элик Джонсон, Стив Рэй Вон, Курт Кобейн играл на Ягуаре, Джон Мэйер из современных, если брать, Адриан Смит, Джерри Контрелл, Эдисон Чейнс, Том Хэмилтон, Стинг, Джако Пасториус. В общем, что касается басов, то тут, мне кажется, даже бесполезно перечислять, потому что, если в гитарах еще есть достаточно большое разнообразие, то в вопросах басов три знаменитых баса Лео Фендер, Пресижн бас, джаз бас и Стинг Рэй бас от Мюзикмен занимают ну просто все вообще свободное пространство, все лучшие хиты, все лучшие пластинки в истории были записаны именно на этих басах. Что тут еще добавить? Можно было бы закончить историю прямо здесь, сказав, что Лео Фендер это самый крутой чувак в истории гитаростроения. Это не было просто, это был огромный сложный путь, ему пришлось преодолеть миллион трудностей, он со всеми не справился. И это такая значимая персона не только для всех нас гитаристов, но и для меня лично, и для всех ребят в гитарном клубе, что очень хотелось бы познакомить вас с ним поближе. Еще с ранних лет выяснилось, что у Лео есть определенные немаленькие способности. Когда ему было лет 10, это был 1919 год, он жил в доме на ферме своих родителей, к ним в гости приехал представитель банка, он приехал на машине. И Лео Фендер в первый раз в жизни видел автомобиль, эту махину дымящую, жарящую, громыхающую. И как только никого не было рядом, первое, что он сделал, он залез под нее и внимательно, долго сидел, изучал все эти трансплетения, стальной двигатель, трансмиссия, похожая на воронку, которая перетекает в карданный вал, дальше на колеса. Он все это смотрел, изучал, ему было страшно любопытно. Потом он услышал шаги, выбрался из-под машины и убежал в свою комнату. Два дня от него практически не было вести, он чем-то очень упорно занимался. И, наконец, спустя два дня, он предоставляет на суд своей матери рисунок, который в точности изображает в мельчайших деталях днища автомобиля. И это не просто вопрос фотографической памяти. Он указал взаимное взаимодействие этих деталей. Он указал, что как работает. В возрасте 10 лет Лео Фендер разобрался в устройстве автомобиля полностью самостоятельно. Чуть позже его дядя подарил ему радио. Мысль о том, что звуки могут передаваться на расстоянии, его просто повергло в шок. Он в целом, беднями сидел и слушал исполнителей, хотя качество радио тогда было достаточно больше похоже на морзянку, но тем не менее он был прикован к этим звукам музыки. Он сидел по ночам в наушниках в самодельном радио и слушал переговоры материковой Америки с островами. Он вступил в радиоклуб. Когда он учился в школе, он узнал побольше о том, как делаются гитары. Он сделал свою собственную гитару, изготовил ее из подручных запчастей и так никогда не научился на ней играть. Он даже не научился на ее настраивать, но его всегда завораживало звучание. Он мог часами сидеть и слушать, как звенят струны, как переливаются абертона, как эволюционируют звучание одной единственной струны в инструменте. И как вообще рассказывают современники, он был начисто лишен всякого чувства ритма. Он даже не мог отчитать в такт ногой. Просто не получалось. Он был совершенно гениальным схемотехником, радиоинженером. Без всякого формального образования он мог взглянуть на любой телевизор, на любое радио, тут же понять, что не так, разобраться, все сделать, сделать еще лучше, чем было. Затем скажет, нет, погодите, у меня есть еще одна идея. Я верну вам его завтра. И завтра человек возвращался за каким-то космическим совершенно прибором, у которого появлялось 10 новых функций. Он фактически говорил на языке электроники. И в какой-то момент ему повезло, что, вернее, всем нам повезло, что один из его друзей решил направить его в интересное русло. Он предложил ему заняться изготовлением усилителей для музыкантов, оборудования для музыкантов, всяких комплектующих. И он с удовольствием в это все ввязался. Лео пришлось заниматься не самой приятной для него работой. Ему пришлось концертировать с группой Боба Уиллиса по Америке в их автобусе вместе с 12 музыкантами, каждый раз выходя на очередной остановке из автобуса, выдыхая вот эти вот клубы товарищного дыма, перегара, пота, в котором он вынужден был находиться. Но он выполнял очень важную функцию. Во всех этих условиях, что бы ни случилось с усилителями, как бы музыканты их не ломали, не роняли со сцены, он всегда делал так, чтобы они звучали максимально классно, максимально четко. Он всегда интересовался, чего хочет музыкант, и тут же воплощал это в жизнь. Но вскоре его талант, распростиравшийся во все стороны, ему было недостаточно быть просто гитарным техникам на побегушках у какой-то музыкальной группы. И, кроме того, в воздухе витала одна очень, очень вкусная, очень сочная идея. Музыканты того времени начали собирать все больше зал, они становились все более амбициозными, они хотели играть все громче и громче. Но как только ведущие гитаристы тех времен пытались оторваться на сцене по полной, уходили в отрыв. Музыканты И в этот момент, на самой высокой ноте, самую кульминацию, куда должно произойти чудо, зал заполнялся непонятным, чудовищным визжанием. Инструменты с полом корпуса начинают чудовищно заводиться из-за того, что весь корпус резонировал, вся гитара начинала дрожать, звукоснимательность снова усиливает это дрожание, и в итоге шоу было испорчено, а амбиции музыкантов оставались недовлетворёнными. Нужно было что-то совершенно новое. И уже к середине 40-х годов было, было ощущение чего-то нового, и, в частности, Пол Бигсби создал, возможно, первую известную электрогитару модель для Мерла Тревиса с цельным корпусом, которая позволяла устранить вот этот вот фидбэк от полого корпуса. И Лео Фендер очень внимательно слил за происходящим. Он держал ухо востро, расспрашивал музыкантов, расспрашивал гитарных мастеров, ходил в гости к из местных производителям, где, как правило, на его идее о цельнокорпусной гитарах просто крутили у виска, и было принято решение нужно сделать свой собственный кардинально новый инструмент, который будет доступен каждому, который сможет сделать революцию в музыке, который позволит музыканту играть настолько громко, насколько он хочет, который позволит ему выразить все свои музыкальные идеи, которые позволят музыканту быть с собой на сцене. И начался упорный труд. Два года он трудился, он постоянно ходил в гости, к тому же самому Лес Пол общался с ним, спрашивал, что Лес Пол, как профессиональный гитарист, хочет услышать этот инструмент. Все свои идеи он пытался воплотить в гитаре, которую все знают, как Fender Telecaster. И это был огромный труд. Он сидел по ночам, он фактически забросил свою семью, но его жена верила в него. Он по-прежнему жил в маленьком съемном доме и работал день и ночь, фактически не давая себе даже поспать. Он все-таки был радиоинженером. Ему было в новинку работать с деревом. Первые партии его гитарных усилителей были насквозь прогрызены термитами из-за того, что он не учел специфику работать с деревом. И, конечно же, ему приходилось обращаться за помощью к людям, знающим, к стеллерам, к гитарным мастерам. И он всегда очень внимательно слушал его советы. Вообще, Лев Фендер был таким человеком, который очень мало говорил и очень много слушал. Он вбирал всю информацию, каталогизировал ее внутри своей невероятно гениальной головы и выдавал ответы на все вот эти вот запросы музыкантов. В итоге появился телекастер, который поначалу был принят сложно, но сейчас мы уже знаем, оглядываясь на те годы, что это было нечто абсолютно новое, революционное. Это была гитара, созданная заново. Новый гриф, новый корпус, новая абсолютно электроника. Его самая блестящая черта его характера, абсолютное понимание электроники. Новые колки. Все было новым. Тремула система на стратокастере. Это была революция в гитаростроении. Это была революция в музыке, в звучании. При всем при этом Лео не только покорно выполнял противу музыкантов. Все это время у него у самого было какое-то особенное, только одному ему ведомое понятие того, как должна звучать гитара. Он лично сам называл это лимонадом. Представьте, лимонад охлаждающий, прохладный, по поверхности которого прыгают пузырьки микроскопические такие, переливаясь на солнце. Вот это вот звучание, это то, что мы сегодня знаем, как звучание фендеровых инструментов стратокастера, телекастера, сделанных из ольхи или ясеня. Послушайте, как там много низа, верха, немножко завальная середина, чтобы не создавать мутность. За счет этого получается невероятно читаемый. лимонад, это действительно освежающий, яркий звук, очень читаемый. И так уж сложилось. Наверное, все-таки гения преследует определенное везение, понимание того, как должно быть что-то невероятное. Но именно этот звук, именно эта прозрачность, ясность и в то же время огромная теплота, это то, что позволяет музыканту быть самим собой, что позволяет раскрыть свой динамический диапазон на 150%. Что позволяет ему играть от самой тихой нотки и это то же самое, что дало Джейми Хендриксу возможность потрясти весь мир на вустыке 69-го года. Обалдеть! Обалдеть! Это... Этот звук нельзя спутать ни с чем, абсолютно. Любой начинающий гитарный любитель, первое, что он начнет узнавать из всего разнообразия гитарных звуков, это, конечно, звучание инструментов левого фендера. Они действительно выделяются из всего прочего. Вот это вот... Именно такое дерево, именно такие звукосниматели, именно такой кленовый гриф, все это вместе каким-то невероятным образом складывается в идеальную мозаику, которая создает это звучание. Стоит изменить немножко худейный параметр, ты сразу понимаешь, что... Черт! Этот Сукинсон знал, что делал. Он делал именно тот звук, который находился в его голове, который был необходим, который был нужен миру. Субтитры создавал DimaTorzok Лео был абсолютным фанатом своего дела, который каждый цент выручки вкладывал в развитие своего дела, в оформление фабрики, создание рабочих условий, зарплату своих рабочих. И, конечно же, он очень ценил всех тех, кто работает с ним, потому что сам он был в первую очередь именно инженером, электротехником и человеком, который способен объединить миллион идей в одно гениальное произведение. Но ему всегда приходилось опираться, и он был очень рад этой поддержке на помощь своих старатников. В первую очередь, конечно же, это был Джордж Фуллертон, с которым они с 1948 года работали фактически до последних своих дней, они были вместе. Несмотря на весь свой гений, он не нарушался всегда спросить совета у Джорджа Фуллертона, как сделать лучше, потому что тот все-таки был гитарным мастером. Он понимал, как ведет себя дерево, он понимал, как будет вести себя гитара через пять лет после того, как ее сделать. Ведь недостаточно просто сделать продукт, который будет хорошо звучать сейчас. Важно, чтобы он был удобен, ремонтопригоден, надежен, и чтобы его можно было в любой момент разобрать, как-то подкорректировать, сделать все необходимые правки, вернуть обратно, и все это можно было бы сделать в любых полевых условиях, когда угодно, в любой момент. И это еще один большой гений Лео Фендера. Конечно же, работу мастеров в этом отношении переоценить невозможно. Ведь, тем не менее, как-то гитару не делаю, но это все равно живой объект. За гитарой нужен уход, за гитарой нужно пристальное внимание. И тут точно так же, как я преклоняюсь перед Лео Фендером, точно так же я преклоняюсь перед нашими мастерами, которые работают с этажом ниже, которые, надо сказать, тоже совершенно невероятные люди. Когда я с ними познакомился, я был, честно говоря, в шоке. Это не преувеличение, потому что эти ребята делают гитары практически большинству звезд шоу-бизнеса в России. Мы не будем называть каких-то имен, но это факт. И это, не побоюсь того сказать, фактически лучшие гитарные мастера России. Совершенно гениальные мы, совершенно золотые руки, которые с любовью относились к своему делу. Это самое важное. И Лео Фендер работал как проклятый. Он работал как проклятый много-много лет, без выходных. Но он за это время, он создал то, что просто не поддается. Не поддается на каком-то разумном осознании. Он создал телекастер, он создал стратокастер, он создал пресижн бас, он создал джаз бас, он создал Ягуару. Потом, к сожалению, вся вот эта тяжелая работа сильно стрянула по его организму. Он тяжело заболел, и в какой-то момент принял волевое решение отойти от гитарного дела и продать компанию Фендер компанией CBS, которая уже ориентировала Фендер под более массовый рынок. В это время Лео Фендер купил себе рыбацкую лодочку, оснастил ее всеми самыми последними гаджетами, всякими сонарами для поиска рыбы, электроузочками, всем прочим, применял свои знания по максимуму. Но, конечно же, ему не хватало этого гитарного дела, ему не хватало вот этого чувства поиска нового звука. И, к счастью, с Колью он вылечился и решил, так сказать, начать немножко все заново из другого угла. Он стал одним из основателей компании Music Man, где он также занимался разработкой усилителей, гитар, бас-гитар. Там появились знаменитые модели Music Man с Тингрей, Сли играет, наверное, в нем. Также появилось, фактически, второе поколение Стратокастера, появилась гитара под названием Music Man Silhouette, которая тем не менее чем-то напоминает Стратокастер, не чем-то, много чем. Но все же, каждая его деталь была полностью создана заново, абсолютно с нуля. Он решил откатиться назад, все свои знания упаковать в маленькую коробочку и заново вытащить что-то максимально клевое. Тем не менее, в компании Music Man он был лишь одним из главных людей. Он не обладал абсолютно свободой действий. И ему приходилось довольно много советоваться и вносить коллективы в работу других инженеров. Поэтому в 79-м году он подумал, у меня есть Джордж Фуллертон. Джордж Фуллертон это абсолютно гениальный ремесленник, абсолютно гениальный человек. Почему бы мне не сделать полностью свое? И таким образом возникла компания Джейн Дель, которая существует по сей день. В общем, все три компании существуют по сей день. И в компании Джейн Дель он, наконец, вернулся к тому, о чем давно грезил. Отдельный кабинет, мастерская, дверь с надписью «Не мешать» и море звуков, море электроники, паяльник, его фирменные надвижные очки с линзами, чтобы хорошо видеть, и идиллия. Идиллия по поиску своего собственного звучания. И еще 20 лет практически, ну, не 20, получается, 15 лет в компании Джейн Дель он снова решил весь свой полученный опыт, богатый, заново откатить назад и сделать вершинку. Вершину всего того, с чем он шел всю свою жизнь. Воплотить это все еще в нескольких моделях. И причем удивительно, что Лео Фендер в своих 60-ти годах он не переставал постоянно делать какие-то инновации. Это не просто новая форма корпуса, это не просто перекомпоновка деталей. Это совершенно новые бриджи, это совершенно новые по типу даже датчики, совершенно новые профили, совершенно новые опять же, вот электрические схемы, которые позволяли максимально расширить динамические возможности инструмента. И это гитары, которые, честно говоря, вызывают легкое чувство благоговения, потому что Лео Фендер это глыба, глыба, масштаб которой трудно себе представить. И Джейн Дель это в общем-то квинтэссенция всего его жизненного опыта. Это то, к чему он всегда шел. Мы тут все большие фанаты Лео Фендера. И очень рады то, что фактически под одной крышей нам удалось собрать калейдоскоп всего его творчества на протяжении жизни, начиная от телекастеров и заканчивая самой последней моделью Джейн Дель Каманчи. С 46-го и по 91-й год на протяжении 45-ти лет Лео Фендер занимался фанатично своим самым любимым делом гитарами и поиском этого невероятного лимонадного звучания. Сначала он искал его в Фендере, затем в Мьюзик Мэне. И, наконец, в Джейн Делле он достиг кульминации всего своего дела жизни, всех этих поисков. И если на Фендере играли практически все, это очень известные инструменты, потрясающие инструменты, замечательные, то, когда речь заходит о Мьюзик Мэне, то это уже речь такая более элитарная. Но Джейн Дель это какой-то мифический олень. Все о нем слышали, мало кто его видел, еще меньше людей держали его в руках. И тем не менее, Джейн Дель это гитара, в которых дух Лео Фендера наиболее близок. Потому что до сих пор на фабрике в Фуллертоне, США, делают эти гитары на станках, которые были собраны и заработаны лично Лео Фендером для изготовления именно конкретно этих моделей. То есть, фактически, у него отдельный какой-то станок для обточки корпусов для этой, а точка корпусов для этой. Станок для намотки звукоснимателей для этой гитары, для этой. Он был невероятным практиком, который хотел все поставить на максимально простой поток, чтобы все было ремонтопригодно, чтобы все служило еще 150 лет человечеству. И я уверен, что на фабрике Фуллертоне его станки еще действительно сотни лет проработают, это точно. И очень волнительно и здорово сообщать, что в нашем гитарном клубе все вот это невероятное наследие Лео Фендера представлено в одном месте. Все эти гитары, начиная от телекастера и заканчивая моделью Каманча от Джейн Дель, все можно услышать и сравнить, фактически пройти вместе с Лео весь этот путь, эволюцию в одном месте. И вот если вы были у ребят из акустики, привет ребят из акустики, то вы наверняка видели, что у них есть портрет Томи Мануэля. Я в восторге от Томи Мануэля, но пожалуй у нас пора поставить портрет Лео Фендера и окружить его тремя гитарами. Это конечно же будет Фендер Стратокастер, это будет Мюзик Мэн Силуэт, и это будет последняя модель, которую когда-либо придумал Лео Фендер, Джен Дель Каманчи. Так что переходите смело по ссылочке в описании, она находится где-то примерно вот тут вот. Читайте спецификации этих инструментов, достайте фотографии, если необходимо, смело пишите, звоните, мы ответим на любые интересующие вас вопросы. А если у вас есть такая возможность, то конечно же лучше заглядывайте к нам в гости в магазин электрогитар на флаконе. ведь никакие спецификации не отомерят вам личного знакомства с этим живым наследием, с этим духом Лео Фендера, воплощенным в дереве, с этим лимонадным перезвоном, который он искал всю жизнь. Так что заходите в гости, буду очень рад вас видеть. Лео Фендера,